Дорогие коллеги, добрый день! Спасибо, что дождались и простите за такую техническую заминку. Сегодня зато поделимся с вами новыми хорошими новостями по Египту. Ну и постараемся ответить на самые главные вопросы этого сезона. Всегда нас с вами интересуют два самых важных вопроса. Первый – это где мы сможем купаться в зимний период и наши гости, наши туристы. И второй вопрос – это какие бассейны и где подогреваются. То есть эти два вопроса по всем нашим трем отелям с концепциями туи в Египте мы с вами сегодня найдем ответы. И вот та новость, которую, надеюсь, вам все слышно, кому не слышно, пожалуйста, майкните. Первая новость, которую сегодня могу уже немножечко вам приподнять завесу – это то, что наша компания теперь не только будет компенсировать тесты, а еще и давать возможность нашим туристам сдать тесты в тех местах, сертификат, в которых будет беспрепятственно приниматься в аэропортах Египта. Это главная новость. Мы сотрудничаем с компанией Дила. И теперь под наши туры вы сможете выбирать либо компенсацию, то есть на выбор, либо компенсация теста, либо же это сдача тестирования, прохождение тестирования в лабораториях Дила. Очень важно это и для регионов. У нас будет на сайте расписано, все красиво. В каждом регионе будут указаны адреса, где вы сможете пройти. И предварительно нужно будет записаться. То есть проблема с тестированием, скажем так, будет немножечко у нас решена. Касательно отелей, по которым мы будем компенсировать, здесь ничего не менялось. То есть компенсируем мы все те же отели. И в первую очередь, конечно же, это наши отели с концепциями. Fun and Sun и отель Day and Night Connected. Сейчас, так, по спеццене, коллеги, это будет бесплатно для наших туристов. То есть в пакете мы оплачиваем, да, то есть если вы не нажимаете компенсацию теста, тогда мы оплачиваем тестирование в лабораториях Дила. Да, 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 вау, мне тоже кажется, это хороший вариант, потому как действительно есть вопросы с тем, как и где сдавать нам, нашим дорогим туристам, тесты, чтобы им не приходилось повторно их сдавать в аэропортах Египта. И предлагаю начать. Опять же, если у вас есть вопросы, буду очень рада за живое общение с вами. К сожалению, очень редко мы с вами стали видеться, поэтому любой вопрос, любой контакт всегда будет за. Итак, первая наша концепция, о которой мы поговорим, это концепция Fun and Sun. Долго о концепциях говорить не буду, очень надеюсь, что вы смотрите, следите за нашими вебинарами, следите за описанием, за публикациями на сайтах, в соцсетях и знаете фишки концепции. Сегодня я хочу проговорить те плюсы, которые подразумевают и те особенности, которые есть в наших отелях, в городе. Смотрите, то есть будет расписано информация, если в вашем городе нет, то, наверное, напишите запрос, мы посмотрим. То есть пока вот первая новость, да, еще нет публикации на сайте, это такой эксклюзив для тех, кто сегодня у нас на вебинаре. То есть пишите вопросы или звоните, это все будет обсуждаться и технические моменты, да, это все уже продумано и наши коллеги вам сообщат, что же и как. Касательно зимнего отдыха, начнем. Первый отель, который нас интересует больше всего, самый популярный, наш самый любимый отель со стопроцентным НПС, то есть это показатель, который проходят наши гости во время анкетирования, это показатель, который позволяет нам узнать степень того, насколько туристы готовы рекомендовать наш отель своим знакомым, друзьям и так далее. Вот единственный отель на 100% проходит у нас такой показатель, это Fun and San Albatros Palace. Я сейчас говорю не только о Египте, а говорю о всех странах. Поэтому номер один и, скорее всего, да, вот те туристы, которые много говорят, коллеги по лабораториям, по тестам, пожалуйста, ждите публикации на нашем сайте, в новостях, в разделе сегодня в течение дня вся информация будет доступна. Тесты будут входить в пакет наш, если вы не компенсируете, не нажимаете компенсацию тестов, то ваши туристы смогут бесплатно, без доплат, да, каких-либо пройти в лаборатории, причем скорость сдачи теста, он будет быстрее, чем для обычных людей, которые приходят сдавать извне в лаборатории дела. Возвращаемся, пожалуйста, по тестам больше вопросов не задавайте, все-таки будем больше привязываться к нашему зимнему отдыху в египетских отелях. Итак, по отелю, да, как я уже сказала, великолепные отзывы, то есть 100% показатель того, что наши туристы готовы рекомендовать отель, и это значит, что все-таки разница с отелем Albatros Palace, она существует, также фишки концепции вы можете увидеть в прикрепленных файлах, чем отличается отель, постарались разъединить, да, вот разъяснить, чем же отличается Albatros Palace от Fun and San Albatros Palace. Ну, в первую очередь, конечно, отличие в отдыхе будет в самой концепции, то есть когда турист попадает в нашу концепцию, он по-другому себя ощущает, и это проще. Понять, отдыхая, да, то есть можно много раз говорить, но один раз прочувствовать. Касательно того, что много агентов говорило о том, что будучи в отеле Fun and San Albatros Palace, они видят, как гости беспрепятственно ходят из Albatros Palace с другими браслетами и пользуются инфраструктурой нашего отеля. Самый интересный момент, да, в том, что это говорят именно те люди, которые отдыхали в Fun and San, то есть отдыхая в Fun and San, невозможно почувствовать какую-то уязвимость в пользовании инфраструктуры. Вот если бы гости отдыхали в Albatros Palace, вот там бы, я думаю, что были бы вопросы, а вот там вот так, да, то есть а вот там есть что-то, что нам недоступно. Поэтому все эти разговоры, думаю, что до того момента, пока вы сами, либо ваши гости не сравнят разницу. И возвращаемся к нашим подогреваемым бассейнам. Один из самых подогретых, наверное, отелей в зимний период – это как раз-таки Fun and San Albatros Palace. Здесь вы можете видеть на экране, да, те бассейны, которые подогреваются. К сожалению, пока фотографии из космоса, полной новой территории нашего Fun and San еще нет. И сразу забегу наперед с вопросами, когда же будут открыты наши все корпуса. Скорее всего, это будет уже в полном объеме где-то к марту, но по мере готовности открываются новые корпуса и открываются номера. То есть на данный момент наши туристы по-прежнему проживают в стандартных категориях номеров на территории Albatros Palace. Вот наши три отдельных корпуса. Они прямо примыкают к корпусам уже Fun and San. Здесь же находится главный ресторан, то есть все близко, все удобно. Пляж также разделен на две зоны. Туристы наши могут ходить туда, где им будет комфортнее отдыхать. В семейные номера уже расположены, они в принципе, да, из двух отелей есть только на территории Fun and San Albatros Palace. Здесь проживают только гости с концепцией. И семейные номера – это те самые новые, самые красивые двухкомнатные номера. И семейная категория номеров у нас имеет два вида. То есть разница в двери, либо это стандартная дверь межкомнатная, либо это раздвижная дверь, и тогда вагончиком идут у нас комнаты. Касательно бассейна, то есть здесь, к сожалению, на карте мы всего не видим, но из того, что у нас есть и что подогревается. В первую очередь это два бассейна на территории Albatros Palace. Есть детская секция, поэтому и детям, и взрослым будет комфортно. Что есть подогреваемого уже непосредственно на территории Fun and San Albatros Palace? Возле главного ресторана есть бассейн, который имеет еще и зону джакузи. Этот бассейн у нас подогревается. Дальше у нас расположен аквапарк. В аквапарке есть три бассейна. Четыре, извините, бассейна. Из них не подогревается только бассейн с самой высокой горкой, но там спуск на таблетки, поэтому, в принципе, соприкасальные с водой минимальные. И сплэш-парк, он находится прямо вот, примыкая, да, вот здесь вот, к зоне, скажем, ресторана. И он настолько мелкий, что, в принципе, от солнца греется вода, и проблем никаких не возникает. Это сплэш-парк для самых маленьких, там воды по щиколотку, поэтому, думаю, что не будет проблемой с подогревом от солнца. Все остальные бассейны в аквапарке с подогревом, то есть есть аквапарк с горками для среднего возраста деток, и есть взрослые горки, где уже и взрослые дети, и взрослые могут кататься. Там у нас бассейны с подогревом. Еще один бассейн, который также подогревается, это бассейн возле пляжа. Он доступен только гостям Fun and Sun. Стоит табличка возле бассейна, то есть гости с другим браслетом посещать его не могут. Здесь же у нас расположен бар и новый а-ля-карт ресторан итальянский, тоже только для гостей Fun and Sun. Этот бассейн, он прямо к пляжу примыкает, очень удобно, очень любят его наши гости. Единственный момент, что его окружают пока заборчики, строительные работы еще проводятся на территории отеля, но, опять же, не мешая нашим гостям. Поэтому этот бассейн также подогревается, и это тот момент, который только для Fun and Sun. По данному отелю просто пробежимся взглядом, напомним о том, как там хорошо, как замечательно нашим гостям. Что же такого интересного есть? Вот тот самый бассейн, который расположен у нас возле ресторана Sunny. Это фирменный ресторан отеля Fun and Sun Albatros Palace. Здесь у нас фреш на завтрак, здесь у нас тукан буфет, ну и меню, да, в соответствии с нашей концепцией. Уголок мамы 24 часа, где у нас есть микроволновка, блендер. Все необходимое для приготовления детского питания также находится в ресторане Sunny. По номерному фонду, вот фотографии, которые сейчас вы видите, это как раз-таки наши Family Room. Это номера в новых корпусах, великолепные, светлые, суперновые, то есть абсолютно все в этих номерах новое. И стандартные номера, напомню, что здесь у нас была полная реновация в 2019 году. Весь текстиль, как вы видите, у нас Fun and Sun, то есть шторы, постель, подушки, это все у нас соответствует концепции. Также заполнен мини-бар, чего нет в Albatros Palace в день заезда. Также здесь есть набор для приготовления чая и кофе и халаты-тапочки. То есть это те фишки по концепции, которые мы сюда привнесли уже. Наши корпуса, которые находятся на территории Albatros Palace, максимально расположены в сторону моря. То есть большая часть номеров, они с видом на море, поэтому есть здесь большой плюс. То есть в наших стандартных номерах, которые будут, вида на море будет гораздо меньше. Бронировая стандартная категория. По стандартным номерам обратите внимание, что из того, что реновировано, что нет. Спальная зона полностью реновирована, здесь абсолютно свежий ремонт, новые телевизоры. Что осталось от старого отеля? Это тумбы, но они реставрированы. Это изголовье кровати тоже реставрировано. Обшивка вся она поменена, также реставрированы новые матрасы. В этом плане у туристов никаких не должно быть нареканий, потому как номера комфортные. Из старого остался только тумбы и шкаф в прихожей, а также в ванной комнате раковина и зеркало. То есть это, собственно, то, что осталось. В ванной комнате стеклянная перегородка, в принципе, это также еще от Мелия Шарм, да, осталось. Поэтому абсолютно комфортные номера, но это не новые корпуса. То есть предупреждайте туристов, потому как иногда туристы приезжают в отель и ждут, что абсолютно новый номер. Эти номера никак не влияют на комфорт отдыха, они вполне комфортные, но при этом туристы ожидают новое, у них такое, да, немножко неприятие ситуации, они не очень этому рады. Анимационная команда также у нас в отеле работает, собственно, ребята в зеленых майках, их всегда можно узнать. Также и с детками они занимаются. К сожалению, детский клуб пока закрыт, работать с ним пока не может. Да, детский клуб у нас готов к открытию, но, к сожалению, пока власть Египта не позволяет. Следующий отель, который, в принципе, в зимний период я бы рекомендовала продавать для тех туристов, которые жить не могут без бассейнов. Как мы знаем, наши младшие туристы, да, самые маленькие, они всегда предпочтут морю комфортные бассейны. Если он еще и с горками, то, в принципе, родители, думаю, что редко будут доставать из бассейнов своих детей, что, возможно, не так хорошо в плане здорового отдыха, да, но при этом теплое солнышко египетское, оно всегда в плюс нашему иммунитету. Отель Фанэнсан Альбатрос Аквависта. Как его продавать в зимний период и что это может быть за отдых? Как вы видите по расположению, отель находится на второй линии береговой, до пляжа пешком идти минут 12, ездит шаттл по времени каждые 30 минут, он отправляет наших гостей к пляжу. На пляже у нас выделена своя часть пляжа возле отеля Альбатрос Резорт Бич. Пляж с песчаным заходом, есть небольшой участок с таким, скажем, каменистым заходом, но при этом есть комфортный заход вот в сторону вправо, да, если стоять лицом к пляжу. Плюс того, что здесь минимально ветер ощутим, то есть достаточно комфортная бухта, не уходит море, то есть здесь отлива такого, что вы будете искать море и к обеду вы его найдете, да, здесь такого не бывает. То есть море есть всегда, отливы не влияют кардинально на глубину в море. То есть зайти можно всегда, но здесь нет кораллов, и как мы с вами знаем, что там, где нет кораллов, вода всегда будет холоднее. Поэтому, конечно же, в первую очередь этот отель нужно рекомендовать как отель-аквапарк. Самый огромный аквапарк в Хургаде, это точно, да, в Шерм-Аль-Шейхе может составить конкуренцию Альбатрос-Аквапарк, Альбатрос-Акваблу, так как два отеля с двумя аквапарками, там, конечно, конкуренцию мы не выдержим. Но Фанасан Альбатрос-Аквависта – прекрасный вариант для тех гостей, которые любят горки и аквапарки. 17 бассейнов на территории комплекса. Напомню, что отель-Альбатрос-Аквависта использует полностью всю инфраструктуру трех отелей. Это Альбатрос-Аквапарк, Альбатрос-Акваблу и Альбатрос-Аквависта. Отелем на первой линии наши гости не пользуются. Отличие Аквависты от двух еще перечисленных, Акваблу также будет скоро в нашей концепции, как вам известно. Но на данный момент сам отель закрыт, то есть рестораны его не работают. И не работает лобби-бар и номерной фонд. То есть та инфраструктура, которая доступна была только для отеля Альбатрос-Акваблу. Бассейны и бары на территории работают. То есть это та инфраструктура, которая для наших гостей доступна, и они ей пользуются. Такая же история, немножко другая. Альбатрос-Аквапарк, отель функционирует, работает. Здесь также работают все бары, все бассейны, и наши гости могут им пользоваться. Обратная ситуация, когда Альбатрос-Аквапарк может пользоваться всей инфраструктурой Альбатрос-Аквависты, не работает. То есть наши гости не могут только главным рестораном и лобби-баром пользоваться Альбатрос-Аквапарк. Альбатрос-Аквапарк. Гости Альбатрос-Аквапарк не могут пользоваться ни барами, ни рестораном, могут только прийти в бассейны. То есть бассейны окей, но бары, к счастью, к сожалению, недоступны для гостей Альбатрос-Аквапарк. Потому наши гости, помимо самой концепции, получают еще и доступ ко всей инфраструктуре трех отелей. По бассейнам, как я уже сказала, 17 бассейнов в общем на территории. Из них 9 бассейнов с подогревом. То есть для зимнего периода это номер один отель в Хургаде. 9 бассейнов с подогревом. Из них часть взрослых, часть детских бассейнов. 5 бассейнов находятся в аквапарке. Аквапарк у нас разделен здесь на два отеля. Часть бассейнов находится в Альбатрос-Акваблу. И часть бассейнов находится в Альбатрос-Аквапарк. То есть из неподогреваемых бассейнов в аквапарке есть только один бассейн, который не подогревается. Все остальные с подогревом. То есть наши туристы и взрослые, и малыши всегда смогут найти бассейн и горки, которые их удовлетворят. И да, еще без подогрева здесь есть бассейн с искусственной волной. Он также не подогревается, но в принципе этот момент физически невозможен. То есть бассейн с волной подогревать никак невозможно, потому как вода должна быть проточной, она постоянно циркулирует. По пляжу здесь, я уже сказала, нет кораллового рифа. Поэтому здесь, конечно же, на несколько градусов водичка будет холоднее, чем в Шарм-Ар-Шейхе. Но при этом здесь не будет ветра и не будет отливов, что является действительно огромным фактором в плюс отелей в Хургаде. Напомню немножечко, как выглядит наш отель. Также по концепции здесь у нас все сервисы работают. Детский клуб у нас в этом отеле периодически открывают, то есть отель на свой страх и риск на пару часов в день буквально открывает детский клуб. Поэтому наши детки могут пользоваться. Кстати, здесь за счет того, что периодически открывается детский клуб, есть у нас доступ к стиральной машине одной из пишет-концепций. И здесь гости могут постирать детские вещи абсолютно бесплатно, обратившись к сотрудникам детского клуба. Это все возможно. Тукан-буфет также здесь у нас есть с уголком мамы. То есть все как положено в лучших традициях концепции. Халаты и тапочки в номерах, заполненный мини-бар, косметика фирменная. И обратите внимание, действительно отличнейшие номера. Номера на 5 звезд. Отель у нас является категорией 4 звезды, но при этом по номерному фонду, я думаю, что на 5 с плюсом. Зимой будет холодно или ветрено в нем? Холодно в отеле не будет. То есть температура воздуха отличная. Здесь комфортно всегда в бассейнах, всегда замечательно. На пляже не ветрено, но при этом вода будет немножечко прохладная. То есть люди теплолюбивые, которые любят море 25-26 градусов, здесь такую температуру у берега не найдут, только отправившись в экскурсионную какую-то. Кстати, на пляже прям есть пирс, откуда отправляются катера прогулочные. То есть если нужен будет красивый коралловый риф, туристы с берега, прямо из отеля смогут отправиться на экскурсии. Надеюсь, звук есть у всех. Здесь коллеги наши пишут, что есть какая-то проблема со звуком. Если есть, пожалуйста, напишите у кого-то еще. То есть по отелю, надеюсь, информацию приняли. Отель прекрасный. И, кстати, огромная фишка отеля – это его спортивная база. Сейчас на следующем слайде мы увидим этот великолепный пляж. Напомню, что в наших отелях Фанан Сан, совместных с Альбатросом, в Египте, кабаны, они всегда бесплатны. Такая же история у нас и с Альбатрос Акваблу. Есть замечательные кабаны. И не так давно в Альбатрос, извините, Фанан Сан Альбатрос Пелос у нас открыта недавняя часть на пляже Челлаут Зона, и к ней как раз примыкают красивые кабаны. На данном слайде у нас кабаны Альбатрос Аквалиста. Мы видим, что они немножко попроще, но, в принципе, очень комфортные. Пляж очень красивый, есть отдельный бар на пляже. На крыше бара есть у нас также вторая Челлаут Зона, но так как, в принципе, в дневное время здесь достаточно жарко на крыше сидеть, нет тента, как вы видите, А в вечернее время уже начинает холодать, то воспользоваться этой Челлаут Зоной на территории пляжа комфортно только вот где-то в 4 часа, когда вы можете наблюдать уже на уходящее солнце. Это действительно такой романтический красивый вид, поэтому пока Челлаут Зона у нас здесь не очень задействована. Ну и, конечно же, наша отличная анимация, анимационная команда. Также ребята отличаются, да, своей формой, это зеленая форма, как вы видите, желтые, это у нас детская анимация, ребята в желтой, да, это Kids Club. Здесь у нас проходит вечернее шоу, они находятся на крыше Челлаут Зона, которая на территории отеля, находится прямо над ресепшн, и в дневное время это Челлаут Зона, сюда деткам ход до 18 лет запрещен, но в вечернее время эта локация работает у нас как амфитеатр, то есть здесь какового амфитеатра не существует, но при этом вся анимация очень ярко, красиво проводится вот именно в таком замечательном месте на крыше в Челлаут Зоне. По спортивной инфраструктуре также номер один у нас в зимний период здесь достаточно много групп, и вот в том файле, который прикрепили мы к этому вебинару, вы найдете тарифы на использование спортивных площадок, кое-что есть бесплатно, например, там, баскетбольное поле вы можете использовать бесплатно, мячи бесплатно, если вам нужны теннисные корты, здесь у нас сквош-корты, они достаточно такого полупрофессионального уровня, поэтому за дополнительную плату здесь будут ракетки, но все цены, да, вы сможете увидеть, также здесь есть олимпийский бассейн, и его использование также платно. Обратите внимание, что в зимний период бассейн подогревается только при наличии группового запроса, то есть если у вас едет группа минимум 50 человек, то под эту группу включат подогрев бассейна, но подогрев бассейна увеличит и стоимость использования этого бассейна. От 5 долларов, да, стартует, то есть в зимний период подогрев бассейна достаточно затратная история, если у вас три туриста, которые хотят поплавать в теплом олимпийском бассейне, конечно, для отеля это несоизмеримые затраты, поэтому, к сожалению, в данный момент, да, при неполной загрузке отеля эта услуга будет дорогой и для туристов, и для отелей. Здесь есть прокат велосипедов, очень активная спортивная анимация, то есть в принципе для спорта здесь есть все, специальные комнаты и для разных видов спорта, и разные площадки, и конференц-залы, которые также можно привлекать к использованию, и есть огромный такой крытый, ну вот как танцевальный зал, да, это можно назвать, но это в принципе такой под конференц-зал, также помещение, но возможностей здесь действительно огромное количество и для спортивных групп, и для каких-то массовых заездов в групп бизнес-проектов, и в принципе для семейного отдыха, так как эти бассейны с подогревом, да, всегда будут манить и привлекать наших младших, маленьких туристов и взрослых также, тех, которые любят бассейны и водные развлечения. Касательно концепции DentNight Connected, здесь мы уже возвращаемся на курорт Шермальшеих, тоже, да, вот небольшая такая мини-реклама, наши гости сейчас в основном ездят на таких красивых автобусах, есть у нас два вида автобусов, это DentNight Connected и второй формат, это Fun&San, то есть разного цвета, яркие, красивые, и наши туристы уже чувствуют себя немножечко особенными, особенно, да, особенно, когда они едут в этот же отель, автобус с фотографией концепции, который отвозит их прямо туда. Итак, DentNight Connected TripItal Waves, это у нас бухта Наама Бэй, курорт Шермальшеих, плюс огромный этого отеля. Несмотря на то, что отель находится на второй линии, здесь ваши гости купаться будут всегда. Да, бухта Наама Бэй – это одна из самых теплых бухт в зимний период, то есть есть у нас, ну, грубо говоря, две локации, да, где гости смогут купаться круглогодично, и в самые холодные месяца, это конец января-февраль, здесь будет всегда комфортно. Так как нет здесь кораллов, да, опять же, бухта Наама Бэй у нас не коралловая бухта, хотя если немножечко в левую сторону пройтись по пляжной полосе, вы всегда найдете участок коралловый и сможете прямо с берега наблюдать, наслаждаться коралловым рифом, но не таким ярким, да, как, например, в сторону Напка, где уже идут заповедники, или же в Расмухаме, то есть здесь немножечко у нас не такой яркий, не такой разнообразный, но рыбок вы здесь сможете увидеть. Касательно самого пляжа при отеле, мы используем пляж отеля Тропитель на Амабей, то есть пляж на два отеля, и, конечно же, мы должны предупреждать наших гостей, которые едут отдыхать, что пляж небольшой, находится он в центральной, в самой центральной части курорта Шер-Мальши, и здесь достаточно многолюдно. Нет проблемы с шезлонгами, но вы будете рядом, да, так скажем, видеть много гостей, то есть это небольшой шок у наших туристов, если мы предупреждаем их об этом, то проблем не возникает. Опять же, ни одной жалобы на то, что не хватает кому-то шезлонгов, мы от отеля не получаем, от гостей наших также не получаем. Поэтому такой проблемы нет, но пляж небольшой, и на нем всегда многолюдно. Хотя вот в новогодний период почему-то полупустой у нас сейчас отель, и такой проблемы, конечно, здесь не будет, все просторно, всем достаточно мест, поэтому, пожалуйста, большие группы, коллективы, все на Новый год вы еще можете забронировать данный отель. Итак, по плюсам пляжа. Здесь нет ветра, его практически, то есть по утрам здесь, в принципе, штиль всегда, море теплее будет в глубине, да, то есть всегда, где глубже, в Египте будет море теплее, у берега оно будет прохладнее, есть понтон, с которого можно окунуться прямо на глубину, и есть, кстати, там рыбки, то есть, в принципе, нет разнообразия, естественно, так как нет кораллов, но рыбки есть, и комфортное купание здесь также в зимний период достаточно комфортно будет. Касательно отеля, да, как мы добираемся на пляж, то есть мы можем, опять же, пешком пройти, вот видите, даже гугл-карта дает нам 6 минут пешком по территории отеля Трепетель на Амабей, также вот я лично замеряла, это действительно 6 минут, не спеша, если идти, то минут 10 можно, да, 12, где-то совсем в развалочку, и по дороге еще манго купить. По трансферу, есть от отеля трансфер, он также курсирует по времени, здесь не каждые полчаса, здесь выходит реже, но, опять же, если вы выходите и стоит машинка, она обязательно, вам сотрудники отеля обязательно предложат подъехать. Касательно бассейнов, здесь на территорию нашего отеля существует 4 бассейна, территорией Трепетель на Амабей мы пользоваться не можем, можем использовать только площадки спортивные, и ходить по территории на пляж, да, то есть ни барами, ни ресторанами, ни бассейнами мы здесь не пользуемся. Дент Найт Коннектит Трепетель Вейс, 4 бассейна, 2 из которых с подогревом. Есть также здесь, да, бассейн с искусственной волной, и его также подогревать нет возможности, это первый из тех, которые не подогреваются. И второй бассейн – это релакс бассейн, он находится возле двух наших а-ля-карт ресторанов, вот он тоже не подогревается, но, в принципе, он настолько непопулярен, что его подогрев, да, наверное, и не очень актуален. С подогревом у нас работает главный бассейн, он находится ближе к корпусу, ближе к ресторану, возле него же у нас большой бар, снэк-бар, он в дневное время, и там же мороженое у нас в течение дня по времени предлагается. То есть очень комфортно, нет детской секции, отель, в принципе, да, мы позиционируем больше как отель для взрослых, с концепцией активных туристов, но если ваши гости едут с детками, то также здесь будет комфортно, потому как глубина в главном бассейне, есть участки, где не очень глубоко, и будет комфортно даже с детьми. Второй бассейн, который у нас подогревается, это бассейн с горками, и тоже огромный плюс, то есть горки у нас здесь также в зимний период, достаточно популярный аттракцион, и бассейн здесь всегда будет у нас теплый. По активной анимации, думаю, что много говорить об этом отеле не нужно, конечно, анимация действительно суперактивная, у нас здесь, наверное, лучшие аниматоры, то есть Fun and Sun, Albatros Palace, Fun and Sun, Aquavista, кстати, тоже отличнейшие аниматоры. В Vista у нас теперь анимация и на пляже работает, поэтому тоже такой плюс огромный, но Daint Night Connected, конечно же, будет отличаться, то есть здесь у нас тусовка нон-стоп, и у нас входит бесплатное посещение ночного клуба Little Buda, который пока у нас работает, пока мы не запретили его работу, до 12 часов ночи наши гости ходят в ночной клуб Little Buda, который находится в пешей доступности, прямо под ножей отеля Тропительна Амабей, и там также наши гости имеют еще такое преимущество, как бесплатные напитки в баре, то есть алкогольные, безалкогольные, с 21.30 до 12 часов ночи наши туристы могут посетить Little Buda, включая бар с напитками. Быстренько, да, пронесемся по отелю, то есть здесь у нас преимущество целых два а-ля-карта, это пока у нас единственный отель в Египте, где работают, уже функционируют два разных а-ля-карт ресторана, поэтому здесь у нас средиземноморский итальянский ресторан, да, он же рыбный, и второй ресторан у нас национальной кухни, очень его хвалят, очень он нравится нашим гостям. По номерному фонду также здесь есть некоторые отличия и такой бонус, в семейных номерах у нас здесь всегда два санузла, это большой плюс, можно отправлять компании, и также семейный номер размещает до четырех взрослых людей, то есть две пары, да, полноценно могут комфортно отдыхать, единственное, конечно, в одном номере будет двуспальная кровать, в другом две раздельные, то есть две пары молодоженов, наверное, сюда не стоит отправлять, а если у вас две пары молодежь, да, которая едет отдохнуть, и при этом хочет не тратиться на два стандартных номера, вы смело можете брать Family Room с двумя санузлами и с двумя раздельными спальнями. Во всех номерах есть и душевая кабина, и ванная, то есть по номерному фонду прям вот суперномера. И в стандартных номерах также у нас очень комфортное размещение, в номерах Twin у нас будет две стандартные, две двуспальные кровати, что также у нас популярность среди семей, да, когда два плюс два будет комфортно размещаться. Номера от 45 метров квадратных, то есть большие, комфортные, просторные, и, соответственно, здесь у нас также по концепции халат и тапочки, заполненные на мини-бар, это все здесь присутствует. Уже не говорю о том, что все наши отели поддерживают функцию бесплатного Wi-Fi, это уже, скажем так, само собой подразумевается, и говорить мы уже об этом становится уже все меньше, да, необходимости, потому как все наши гости уже ждут и понимают, что там должно быть так. По напиткам и преимуществам также в каждом отеле нашем с концепцией в Египте вы можете всегда выпить свежеприготовленный кофе, то есть натуральный кофе арабика у нас в каждом отеле присутствует. И премиум напитки, скажу так, что по отелю Trapitel Waves, да, здесь у нас самый лучший выбор премиум местных напиток. То есть, как вы видите, 5 наименований напитков здесь предоставляется для наших гостей до 12 часов ночи, после 12 вам будут предлагать только местные напитки, стандартные, те, которые также есть у нас в лобби-баре. Лобби-бар работает круглосуточно. Отель, скажем так, не каждому туристу подойдет, но при этом те люди, которые выбирают в зимний период большие отели на первой линии в Напке, да, исходя из бюджета, либо исходя из каких-то других побуждений, будут, скажем так, во-первых, меньше купаться, да, однозначно, когда в Напке в зимний период стоит красный флаг, то большой пляж и простор на нем не очень помогут и будут радовать ваших туристов. И с точки зрения анимации качества питания номерного фонда отель может дать фору многим. Другим отелям, опять же, доступ к инфраструктуре, рядом находится торговый центр, рядом находится открытый в прошлом году ресторан «Рыбный Форес». Это изюминка Шермальшейха. Все гости обязательно должны посетить топ-3 мест, да, вот одно из таких мест, это, конечно же, рыбный ресторан, где фирменный рыбный супчик. Если кто-то вдруг не пробовал, это прям преступление, поэтому всем рекомендуем и туристам тоже. Это в шаговой доступности, Сенса Мол, недалеко от, прошу прощения, Мол называется у нас по-другому, торговый центр с потрясающей панорамой на бухту на Амабей. Это и в вечернее время красиво, и в дневное время также здесь достаточно хорошие магазины, то есть можно купить все необходимое, не выезжая, да, за пределы отеля и бухты на Амабей. Анимационная команда у нас также здесь отличнейшая, работают ребята и на пляже, и на территории отеля. Бар на пляже также включен, наши гости, конечно же, им пользуются. Прекрасный пляж с отличным заходом, вот для тех гостей, которые не любят камушек, да, не дай бог, что-то под ноги попадется, чего-то боится, боятся, вот пляж будет как раз-таки отличным, да, вот это для тех туристов. Так, я вижу здесь у нас вопросы. Так, зимой холодно, ты тоже отвечали. Теплее вода в Шарме в бухте будет. Это, естественно, коллеги, в Шарме, в Шарм-эль-Шейхе у нас коралловый риф начинается с берега, поэтому и коралловый, да, больше приближены кораллы к побережью. В Кургаде коралловый риф, он больше в глуби моря, поэтому к нему нужно в большей части выезжать. Очень мало отелей, где есть прямо возле берега коралловый риф, поэтому коралловый риф, да, вот много версий, почему вода теплее, то ли кораллы греют, то ли земля, да, то есть очень много версий, можете прогуглить, посмотреть, но факт остается фактом. Там, где есть кораллы, море будет теплее. У берега, где вы не видите кораллы, вода может быть прохладнее, если вы зайдете в глубину, вода будет гораздо теплее. Так же происходит и с морем температура воды в Шермаршейхе и в Хургаде, плюс Хургада более ветреный регион, так как не защищен Синайскими горами, в отличие от Шермаршейха. Но опять же, да, то есть если выбирать правильную бухту в Хургаде, вот, например, Фонансан Альбатрос Аквависта, это правильное место в Хургаде, здесь нет отливов, в Хургаде это как бы большой фактор, и нет сильного ветра, потому как достаточно бухта защищенная, то есть здесь вас с пляжа сносить не будет, но буквально там после трех часов дня, в зимний период, да, будет ветер на пляже, все туристы перемещаются в теплые бассейны. Именно по этой причине в Фонансан Альбатрос Аквависта огромное количество теплых бассейнов, и в первую очередь мы предлагаем этот отель для тех туристов, которые спрашивают у вас аквапарк, да, то есть они не хотят переплачивать за отель 5 звезд на первой линии, в Шермаршейхе, но при этом их очень интересует. Они готовы выбрать напку, вы можете спокойно рекомендовать Фонансан Альбатрос Аквависта по очень комфортной цене. Визы, напомню, в Хургаде у нас сейчас не требуются, поэтому очень достойный вариант для зимнего отдыха, семейного, полноценного, с большим количеством водных развлечений, с качественным питанием и с хорошей активной анимацией. Так, в отеле Фонансан Альбатрос Плэвас вернулись туристы, остались очень довольны всем. Отлично, спасибо, это подтверждает вот тот фактор, что туристы сказали, теперь только Египет. Вот да, 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 пожалуйста, отправляйте наших, ваших гостей, и будем, это очень приятно, мы постоянно держим связь с отелем. И, кстати, это пока один отель, где у нас на постоянной основе работает quality control manager. Это девочка, ее зовут Лена, которая следит за тем, чтобы наши гости вот на те же 100% были удовлетворены отелем. Да, и когда вы предупреждаете туристов о том, что на территории идет стройка, можете смело говорить, что еще пока ни один турист не пожаловался на эту стройку. Отличный вариант для молодежи. Спасибо, Елена, за ваши комментарии. Очень надеемся, что и молодежь, и, в принципе, компании, достаточно взрослых туристов у нас любят отель Дэнт Найт Коннекти, Тропитель Вэрс. То есть если вы предупреждаете о нюансах по пляжу, все остальные факторы ваших туристов заставят вернуться в отель, потому как все довольны, особенно анимацией. Вот, да, такой же ответ. То есть анимация и, в принципе, качество отеля, они превышают ожидания тех туристов, которые едут, выбрав отель по каким-то финансовым соображениям, либо же выбирают цена-качество вариант. Коллеги, спасибо вам за ваше внимание. Если у вас еще есть какие-то вопросы, что-то вспомните, что-то захотите пожелать вашим гостям, которые отправляются на отдых сейчас в Новый год, очень много пожеланий. Пишите, всегда будем рады ответить на почту «Див продукт собачка.туи.юэй». Так, ответили по стирке в Альбатрос Шарма. Выше писала. Так, по стирке, смотрите, если речь идет о стиральной машине, которая, да, у нас должна функционировать, то, к сожалению, в Фонансан Альбатрос Пелос будет стиральная машина, как только откроется детский клуб. То есть стиральная машина, она располагается в детском клубе. Если детский клуб закрыт, то, то есть стирка, да, что подразумевает у нас стирка? Это стиральная машина и сушильная машина. Вы приносите свои вещи, пока они стираются, вы должны находиться рядышком, да, то есть, естественно, нет там обслуживающего персонала, который будет для вас стирать. То есть это платная услуга, это прачечная, да. То, что мы предлагаем, это вы самостоятельно приходите, стираете и в специальной машине сушите вещи и уносите их. То есть это в детском клубе достаточно удобно. Вы приводите ребенка, пока ребенок играется, вы сидите спокойно на диванчике и отдыхаете, да, наслаждаясь тем, что у вас будут чистые вещи, и ребенок занят в пределе. К сожалению, да, пока детский клуб не работает, такую услугу мы пока предоставить не можем. 26-го, 12-го клуб закрыт. Да, к сожалению, пока закрыт. Как вы знаете, сейчас Египет еще сильнее ужесточает меры против ковида. С одной стороны, это плохо, конечно, мы чего-то лишаемся. С другой стороны, чем дольше мы сможем уберечь Египет от нашествия пандемии, да, тем больше у нас с вами работы и счастливых туристов, которые смогут все-таки путешествовать хоть в какие-то страны, да, у нас их с вами не так уж и много. Поэтому все наши меры мы соблюдаем, но при этом стараемся отдых наших гостей делать лучше. Коллеги, спасибо вам огромное. По вопросам, пожалуйста, пишите. Желаем вам хорошего дня. Ну и, конечно же, туристов и хороших продаж.